Беседа 27-я, 251, Деяния 12, 18 По наступлении же дня между воинами сделалась большая тревога о том, что сделалось с Петром. Ирод же, поискав это и не нашед, судил стражей и велел казнить их. Потом он отправился из Иудеевки, Сарии и там оставался. Многие недумевают, как Бог попустил некогда умертить младенцев за него. И теперь еще воинов за Петра, хотя он мог избавить их вместе с Петром. Но если бы ангел вывел и воинов вместе с Петром, то это было бы принято за бегство. Почему же, скажет он, не устроил иначе? Теперь между тем, какое произошло зло. Если мы вспомним, что пострадавшие несправедливы и напрасно не терпят никакого зла, то не будем делать таких вопросов. Отчего же ты не спрашиваешь об Иакове? Почему он и его не избавил? Деяние 12.2 Притом тогда было еще не время суда, чтобы воздавать каждому по достоинству. И не Петр же предал их в руки Ирода. А он оскорбился особенно тем, что обманулся, подобно как дед его остался обманутым от волхвов. Это особенно раздражало его и делалось смешным. Но следует выслушать слова самого писателя. Днем же, говорит он при наступлении дня, между воинами сделалась большая тревога. Хотя слышал от них, ведь он же испытывал их, что цепи были оставлены, что обувь Петр взял, и что он находился с ними до самой той ночи. Что же они скрыли? И почему сами не убежали? Подлинно это должно было удивить его, должно было поразить его. После того смерть их перед всеми обнаруживает и чудо Божие, и не честь Ирода. И смотри, как писатель не скрывает этого, но повествует об историческом событии, чтобы научить нас. И он далее говорит, что Ирод же был раздражен на Тирян и Сиданян. Они же, согласившись, пришли к нему и склонивши на свою сторону власта постельника царского, просили мира потом, потому что область их питалась от области царской. В назначенный день Ирод, одевший царскую одежду, сел на возвышенном месте и говорил к ним, и народ восклицал, это голос Бога, а не человека. Но вдруг ангел Господень поразил его за то, что он не воздал славы Богу, и он, был изъеден червями, умер. Слово же Божие росло и распространялось. И это немаловажно. Тот же же постигло его наказание, если не за Петра, то за надменную речь его. Но скажут, если те возглашали, то чем он виновен? Тем, что принял такое возглашение, что считал себя достойным такой лести. Это особенно служит научению самих безрассудных льстецов. И смотри, и те, и он достойны наказания, а наказывается он, потому что теперь не время суда. Но кто более виновен, того Бога наказывает, чтобы те получили от этого пользу. Слово же Божие, говорит писатель, росло и умножалось, то есть когда это происходило. Видишь ли, домостроительство Божие. Стих 25. А в Арнаве и Савву по исполнении поручения возвратились в Иерусалим и Антиохии, взявши с собой Иоанна, прозванного Марком. В Антиохии в тамошней церкви были некоторые пророки и учители. В Арнаве и Симеон, называемый Нидер, и Луций Кириньянин, и Манаилса, воспитанник Ирода, четверовластника, и Савву. В Арнаву поставляют пока на первом месте, потому что Павел еще не был славен, еще не совершил никакого знамения. Когда они служили Господу и постились, Дух Святых сказал, «Оделите мне в Арнаву и Савву на дело, к которому я призвал их». Тогда они, совершивши пост и молитву, и возложивши на них руки, отпустили их. Что значит «служили», когда они проповедовали? «Отделите», — говорит. Что это значит? «На дело, на апостольство». Смотри еще, кем они рукополагаются. Лукием Кириньянином, Манаилом, и особенно Духом. Чем уничиженнее лица, тем яснее открывается благодать Божия. Таким образом, Павел рукополагается на апостольство, чтобы проповедовать со властью. Как же он говорит, что нет человеков и не через человеков? Галатам 1.1. Словами «нет человеков» он показывает, что не человек призвал или привел его, а словами «нет человеком», что он послан не кем-либо другим, но Духом. Поэтому Писатель и присовокупляет. Сии бывшие посланы Духом Святым. Пришли все легкие, а оттуда отплыли в Кипр. Но обратимся к вышесказанному. Когда же наступил день, то был немалый шум из-за Петра, и стражники были испытаны. Он так был бесчувственен, что даже решился наказать несправедливо. Вот я скажу в их защиту. Узы были. Стражи находились внутри. Темница была заперта. Стена нигде не подкопана. Все, все согласно, говорили одно и то же. Узник не был похищен. За что же ты осуждаешь их? Если бы они хотели выпустить его, то или выпустили бы прежде, или ушли бы вместе с ним. А они, быть может, взяли деньги. Но как мог дать им тот, кто был не в состоянии дать нищему? Цепи не были ни разорваны, ни развязаны. Можно было видеть, что это дело Божие, а не человеческое. Но затем, повествуя об историческом событии, писатель приводит имена, чтобы видно было, что обо всем он говорит правду. 253. Также Иосиф Лавик говорит, что он впал в продолжительную болезнь. Иудейские древности. Книга 19, глава 8. Народ не знал этого, но апостол повествует об этом. Впрочем, и самое незнание было полезно, потому что, случившиеся с Иродом, приписывали ему за убиение апостола и умерщвление воинов. Смотри, как он убил апостола. Ничего такого не делал. И когда этих умертвил, то ничего не говорил. Таким образом, как бы недоумевая и стыдясь, он отправился из Иудеев в Кесарию. Мне кажется, что он, желая привлечь тех, кирян и седонян, прибыл защищать этих иудеев. Он гневался на тех, тогда как этим столько угождал. Смотри, как этот человек был тщеславен. Намеревая здоровать им мир, он говорил речь. Иосиф же повествует, что он был одет в блестящую одежду из ткану и серебра. Смотри, как и те были лестивые, как мудрые апостолы. Кому угождал весь народ, того они ставили ни во что. Но теперь они получили великое облегчение. И множество благ произошло от его наказания. Если же он подвергся такому наказанию, когда выслушал слова «Голос Божий, а не человека», хотя сам ничего такого не говорил, то тем более Христос, если бы он не был Богом, подвергся бы за то, что он постоянно говорил слова, которые я говорю, я говорю не от себя. И еще, то слуги мои подвязались бы за меня и тому подобное. Между тем тот постыдным и жалким образом окончил жизнь, и уже нет его. И заметь, что его склоняет к миру власть. Так легко этот жалкий человек предавался гневу и опять успокаивался, будучи всегда рабом народа и не имея в себе ничего самостоятельного. Заметь и власть Святого Духа, когда же служили, говорит Писатель, и простились, то Дух Святой сказал, кто бы осмелился, не имея на то власти, сказать это. А делается это для того, чтобы они не оставались вместе. Он знает, что они имеют великие совершенства и могут быть полезными многим. Как же он сказал им? Вероятно, через пророков. Потому-то Писатель предварительно и заметил, что там были пророки, и пребывали в посте и служении, чтобы ты уразумел, что нужна была великая бдительность. Рукополагается, Павел в Антиохии, где и проповедовал. Почему же Дух не сказал, отделите Господу, но мне? Этим он показывает, что у него единая с Богом власть и сила. Видишь ли, насколько великое дело пост? Замечено, что Дух совершал все, но великое благо и пост. Он не ограничивается пределом времени. Когда нужно было рукополагать, тогда они постятся. Тогда сказал Дух, позже состоит не только воздержание от пищи, но и воздержание от сластолюбия, есть вид поста. Это то в особенности заповедую. Воздерживайтесь не от пищи, а от сластолюбия. Пища нам нужна, а не распление. Пища нам нужна, а не причина болезни, болезни душевных и телесных. Пища нам нужна, доставляющая сладость, а не сластолюбие, исполненные горечи. То полезно, это вредно. То приятно, а это неприятно. То есть естественно, а это противоестественно. Скажи мне, если бы кто-нибудь дал тебе напиться яду, не было ли бы это противоестественно? Если бы кто подал дрова и камни, разве не отвратился бы ты? Конечно, потому что это противоестественно. Таково и сластолюбие. Как в ослажденном городе бывает великое беспокойство и смятение, когда вторгается в него неприятели. Так бывает и на душе, когда нападет на нее пьянство и сластолюбие. У кого горе, у кого стон, у кого багровые глаза, у кого раны без причины? У тех, кто с раннего утра ищет вина приправленного. Но что бы они ни говорили, мы не удержим людей, преданных сластолюбию, если не восстанем против другой страсти. И, во-первых, к женам обращу мое слово. Нет ничего срамнее жены сластолюбивой, нет ничего отвратительнее жены, преданной пьянству. Свет лица я увядает, ястость и кротость глаз помрачаются, как бы от какого облака, закрывающего лучи солнечные. Это дело свойственное не свободному человеку, но рабу и крайне неблагородное. Как неприятная жена, дышащая зловонным и испортившимся вином, отрыгающая испарение гнилого мяса, отягченная так, что не может встать, раскрасневшаяся больше надлежащая, беспрестанно зевающая и дремлющая. Не такова жена, воздерживающаяся от сластолюбия. Она почтенна, целомудрена и благообразна. Так как доброе расположение души придает много красоты и телу. Не думай, что красота зависит только от телесного благообразия. Представь девицу благообразную, но не скромную, болтливую, сварливую, склонную к пьянству и растощительности, не безобразней ли она всякой некрасивой? Если же она будет скромна, молчалива, стыдлива, если привыкнет говорить благоприлично и соблюдать пост, то красота ее сугубо, благообразия больше, лицо привлекательное, исполнено целомудрие и прелести. Хочешь ли, я скажу теперь и о мужах, что отвратительнее пьяного? Он смешон для рабов, смешон для врагов, жалок для друзей, достоин всякого осуждения. Более звер, нежели человек, так как присыщается свойственно тигру, льву или медведю. Им это свойственно, потому что они не имеют разумной души. Впрочем, и они, когда насыщаются больше надлежащего и больше меры, назначенные им природой, то расстраивают все свое тело. Ни тем ли более мы? Для того-то Бог дал нам небольшой желудок, для того назначил нам малую меру пищи, чтобы научить нас заботить себя о душе. 255. Посмотрим на самое устройство нашего тела, и мы увидим, что одна только малая часть у нас имеет такое назначение для питания. 266. Уста наши язык назначены для песнопения и гортань для издавания голоса, потому естественная необходимость заставляет нас невольно воздерживаться от присущения. 277. Если бы свастолюбие не сопровождалось неприятностями, недугами, болезнями, то у него не было бы противных. 288. Но теперь от природы тебе назначены пределы, чтобы ты не мог хотя бы и желал приступать их. 299. Ненаслаждений мы ищем, не ищи ты их возлюбленный. 309. Найдешь их в жизни воздержанные, не здравие ли – это здесь, не спокойствие ли – это здесь, не свободы ли, не крепости ли и стройности тела, не бодрости ли и деятельности души. 309. Все эти блага здесь, а в том, в присущении, напротив, неприятность, нездоровье, болезнь, стеснение, излишние издержки. 311. Почему же, скажет, все мы предаемся ему по болезни? 311. Скажи мне, почему больной желает того, что вредно? 322. Это самое не если признак болезни. 332. Почему хромой не ходит прямо? 343. А все это от нерадения, от того, что не хотят прийти к врачу. 354. Из вещей одни доставляют временное удовольствие, а вечные мучения. 364. Другие, напротив, временное страдание и вечное блаженство. 364. Потому, кто так сластолюбив и беспечен, что не презирает настоящих удовольствий для достижения будущих, тот скоро обманывается. 374. Скажи мне, почему обманулся Исаак? 385. Почему он предпочел настоящее удовольствие и будущее чести? 395. По сластолюбию и невоздержанию. 405. А это самое скажет, откуда происходит? 405. От нас самих. 405. Как видно из следующего. 405. Когда мы захотим, то сдерживаем себя и бываем терпеливы. 415. Если встретится какая-нибудь нужда, а часто так только из соревнования, мы избираем полезное. 415. Итак, когда будет возбуждаться сластолюбие, то представь, кратковременность этого удовольствия, вред, а поистине вредно делать такие издержки к собственной погибели, недуги, болезни и отвергни сластолюбие. 415. Хочешь ли я перечислить тебе, сколь многие тяжко пострадали от сластолюбия? 416. Мой упился и обнажился, и вспомни, сколько зла произошло от того. 416. Исаак по невоздержанию продал свое первенство и решался на братоубийство. 416. Израильтяне сели есть и пить и стали играть. 426. Потому и сказано, что, когда будешь есть и пить, то не забывай Господа Бога твоего, Второзаконие 6.12. 426. Предавшиеся сластолюбие стоят на скользком пути. 426. Вдовица сластолюбивая заживо умерла. 436. И еще. Утолстел и отвергся возлюбленным, Второзаконие 32.15. 446. Так же апостол говорит, и не исполняйте вожделение плоти, похоти ее. 456. Я уже не предписываю поста, этого никто не стал бы слушать. 467. Но запрещая невоздержание, возбраняя сластолюбие, для вашей же пользы. 478. Сластолюбие, подобно бурному потоку, истребляет все. 489. Его не удерживает никакое препятствие. Оно отлучает от царствия. 499. Что еще? Ты желаешь наслаждений? 501. Подай бедным, призови Христа в лицей, и будешь наслаждаться даже до окончания трапезы. 501. Теперь ты не можешь этого потому самому, что настоящее благо непостоянно. 511. А тогда сможешь. Ты желаешь наслаждений. 522. Питай свою душу. Предложи ей пищу, которая ей свойственна. 532. Не томи ее голодом. 533. Теперь время борьбы, время подвигов. 544. А ты сидишь и присыщаешься. 555. Разве не знаешь, что и сами скипетроносцы в походах во время войны живут скудно? 555. Но наша бронь не против плоти и крови, а ты уточняешь себя, приготовляясь на брань. 566. Противник наш стоит, скрижища зубами своими, а ты предаешься неге и занимаешься трапезою. 576. Знаешь, что я говорю это напрасно, но не для всех. 586. Кто имеет уши слышать, да слышит. 587. Христос истощается от голода, а ты расторгаешься от пресущения. 597. Сугубая неумеренность. 597. И какого зла не производит сластолюбие? 607. Оно заключает противоречие в самом себе. 618. Не знаю даже, почему оно получило такое название. 618. Разве подобно тому, как слава земная, которая есть бесчесть и богатство земное, которая есть бедность, 629. Получили свои названия так и сластолюбие, хотя оно само в себе есть горечь. 629. Не готовимся ли мы закладься в жертву, что так уточняем себя? 639. Для чего ты приготовляешь червям роскошную трапезу? 649. Для чего увеличиваешь количество жира? 649. Для чего умножаешь источники пота и зловония? 659. Для чего делаешь себя негодным ни к чему? 659. Хочешь ли, чтобы глаз твой был исправен? 669. Сделаешь все тело благоустроенным. 669. Из струн, та, которая жирно и не очищена, бывает не способна издавать приятные звуки. 669. И которая совершенно очищена, та бывает стройной и благозвучной. 679. Для чего закрываешь душу? 69. Для чего ограду ее делаешь толще? 69. Для чего наводишь на нее великий дым и облако, когда испарение, как бы какая мгла поднимается отовсюду? 69. Если никто другой, то пусть по крайней мере борцы научат тебя, что тело, менее тучное, бывает более сильным. 70. Так и любомудрая душа. Бывает благоустроеннее, подобно тому, как бывает с возницей и конем. 71. Надо обновидеть, как неудобо подвижны люди, преданные сластолюбию и уточнившие свое тело. 72. Подобно тому, как неподвижны тучные кони, причиняющие возницей так много хлопот. 73. Тот, у кого конь послушный и быстрый, легко может получить победную награду. 74. А когда возница принужден тащить его, беспрестанно падающего, не может даже ударами поднять его, то хотя бы он был человек весьма опытный, не одержит победы. 75. Не будем же не родить о душе своей подавляемой телом, но соделаем взор ее более светлым, крылья ее более легкими, узы более сносными. 76. Будем питать ее беседами при воздержанной жизни, так, чтобы тело было только здраво и крепко, чтобы оно радовалось и не скорбело, чтобы таким образом, благоустроив себя, мы могли достигнуть высшей степени добродетели и сподобиться вечных благ, благодати и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым от Суства Святым Духом слава, держава, честь ныне и пресно и во веки веков. Аминь.